Добрый день дорогие друзья! И в этом видео я хочу вам рассказать про павловню и короткую историю знакомства у меня с этим замечательным деревом. О павловне я узнал в начале марта 2019 года. И как только я собрал всю информацию о том, каким свойством обладает это дерево и какую пользу он может принести, я сразу же заказал семена и решил её выращивать. В итоге, что у меня получилось и каким образом я всё это делал, есть целый плейлист на канале Дивный сад, в котором я рассказываю и показываю вплоть от посадки семян до высадки в грунт, что я делаю, это как сажаю семена, как готовлю землю для посадки и так далее, там подобное. Целый плейлист. С какими сложностями и трудностями я столкнулся в процессе выращивания и каким образом я решал те или иные возникающие задачи по ходу выращивания. Но в этом видео я хотел рассказать немножко о другом. Если вы впервые слышите об этом замечательном дереве, просто великолепном, я считаю, дереве, павловне, то рекомендую вам посмотреть видео павловне, самое быстрорастующее дерево на земле. Это видео также есть по листе на канале Дивный сад про павловню. Там достаточно подробно, детально я рассказал о том, что это за дерево, какие полезные функции оно несет, что вообще оно из себя представляет, как оно выращивается, где растет, какие у него возможности. Все-все-все-все есть на канале, посмотрите обязательно, вам очень понравится. Прям рекомендую. Ну а в этом видео я хотел поделиться своим результатом, показать, какая павловня выросла у меня на 29 мая. Сегодня я снимаю видео 29 мая. Вот она такая красивая. Это примерно уже практически 25-27 сантиметров высотой сеянцы. С прекрасной корневой системой. Это видно, я думаю, на видео. С активным ростом. Очень хорошо развивается, растет. Уже вот такие большие, огромные лопухи, листья. Прекрасно себя чувствуют. И я предлагаю вам, если вы впервые слышите о павловне, и тоже хотели бы ее вырастить, но сезон уже проращенной рассады из-за длительного роста ее может быть упущен, хотя, в принципе, я буду сажать позже. Но вы уже сейчас можете приобрести вот такие сеянцы павловни и попробовать высотить себя на участки и досмотреть, как она у вас развивается и как она у вас растет. Вам нет необходимости ждать, проходить все этапы, которые прошел, длительные, определенные условия создавать для проращивания семян, потому что она не просто так прорастает, как вот обычные семена, она требует определенного алгоритмики ухода за ней. Хотя, в принципе, каждый может повторить мой путь и сделать все то же самое. Но если вы не хотите этим всем заниматься, делать, то я предлагаю для тех, кто хочет уже прямо сейчас, вот такие саженцы, точнее сеянцы, их правильно назвать, о павловни, готовые к высадке в открытый грунт. И уже в этом году вы можете узнать, какая высота будет конкретно у вас, потому что условия выращивания, проращивания у всех разные. Это и место расположения зависит, и место расположения на участке, и место расположения участка на территории области, где вы находитесь. И поэтому результаты у всех будут разные, и это достаточно интересно, какой у кого получится результат. В любом случае, рекомендуют весной делать технический срез. Про технический срез я планирую снять видео, потому что возникает достаточно много вопросов, для чего делается технический срез, и зачем он нужен, и вообще, что это такая за процедура интересная технический срез. Потому что немногие с этим сталкивались, и многие даже не слышали о таком понятии, и для чего это нужно. Я планирую снять об этом целое видео, в котором подробно расскажу, для чего он нужен, какие эффекты от него, что он дает, и вообще, что это такое, с чем это едят. Поэтому, если вам интересно, подписывайтесь на канал, будет на канале об этом видео. Ну, а это видео я не буду затягивать. Если вы хотите, так же, как и я, вдруг, буквально недавно на днях узнали о Павловне, и так же заинтересовались, как и я, этим деревом, и тоже, как и я, как только увидел сразу, захотели посадить у себя на участки, попробовать поэкспериментировать, то я для этих людей предлагаю приобрести саженцы. То есть, не ждать этот долгий путь выращивания, проращивания, а уже купить готовые, вот вы их видите, вот такие они в прекрасном состоянии, и посадить уже в этом году, получать свои результаты, потому что они будут очень интересные у всех свои. Вот эти листики, забегу вперёд, вырастают до 1 метра в диаметре. Представляете? Вот такой вот. Просто посмотреть, да? Размер ствола по отношению к листу. Вот они вырастают очень большие. Очень интересное дерево. Рекомендую всем посмотреть, если вы ещё не знакомы. Ну, на этом всё. Вся информация о том, о стоимости саженцев и подробная информация, где и как можно приобрести, будет в описании к этому видео. Поэтому, если вам это интересно, связывайтесь по контактам ниже со мной и пообщаемся. Более подробно, может быть, обсудим какие-то моменты. Ну, и вы можете также приобрести саженцы. Сеянцы, точнее, я говорю. Сразу хочу сказать, так как я высаживаю их буду много, то количество вот таких вот очень ограничено. То есть, их будет всего, я не знаю, но может быть пару десятков максимум, которые я могу предложить вам сейчас, сегодня, в этом году. Остальные все я буду высаживать самостоятельно и буду сажать сам, чтобы получить на будущий год результаты. Потому что, ну, про технические средства отдельно. Ну, я думаю, что почему и как это будет происходить, и почему я высаживаю в течение всего электричественного периода, я думаю, я сниму отдельное видео, в котором поделюсь и расскажу тоже об этом, почему, в принципе, можно сажать в течение всего сезона и что это даст на будущий год. На этом все. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите по контактам под видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok